У меня есть друг, с которым мы созваниваемся по несколько раз в неделю, и он мне говорит. Антонио, мне нравится с тобой общаться, потому что я могу сказать тебе все, что угодно, и ты не заводишься. Ты не впадаешь в эмоции, ты остаешься спокойным, и это успокаивает меня в ответ. Это заставило меня задуматься. Учитывая все происходящие события, как вы остаетесь спокойными? Как оставаться опорой для своих друзей и семьи, несмотря на все, что происходит вокруг? Первый мой секрет, как я сохраняю спокойствие, учить историю. Я с детства любил изучать историю. Я участвовал в марафонах по чтению, где давали деньги за каждые прочитанные книги, чтобы потом сделать пожертвования. И обычный ребенок читал по 10 книг, я читал по 100. Суть в том, что я выработал в себе эту любовь к чтению. Библиографии, книги по истории и вообще все, что связано с прошлым. Я читал про чуму, про рыцарей, про средневековье, про мировые войны. И таким образом можно понять, через что мы прошли. Насколько сильные люди и через что им удалось пройти. Как они справлялись с бедствиями снова и снова. Появляется контекст, благодаря которому можно взглянуть на сегодняшнюю ситуацию и понять, что мы справимся. И мы не просто справимся, а даже станем еще сильнее. Мы придумаем что-то новое. И в этом прикол иметь контекст, вместо того, чтобы слепо принимать то, что вам говорят. История имеет привычку повторяться. Мой второй способ оставаться спокойным, когда мир вокруг распадается на части, постоянно быть в поиске вызова. Быть парнем, который не ищет легких путей. Многие в университете были удивлены, что я решил пойти в армию. Они думали, что я пойду на врача. Но я знал, что стать врачом – это не для меня. Я хотел вызова. Поэтому я решил сделать то, что считал тяжелым. Я являюсь патриотом, и многие мужчины в моей семье служили в армии. И для меня это был выбор тяжелого пути, чтобы понять для себя, кем же я являюсь. И это было трудно. Скажу сразу, что я не стал хорошим офицером, но я стал гораздо лучшим мужчиной после пяти лет службы в армии. Вот что вам надо – это искать вызов. Выбирайте тот путь, по которому меньше всего ходили. Тот, который будет труднее. Хочу обратить ваше внимание на эту картину. Если вы с ней не знакомы, это Вашингтон пересекает Делавер. Это произошло 25-го, 26-го декабря 1776-го года. И если вы знакомы с американской гражданской войной, то знаете, что это была ночь, которая перевернула ход истории. Почему? Потому что Вашингтон должен был сделать выбор – отправить тысячи солдат в лазарет, потому что они были ранены или больны и не могли сражаться. А на другом берегу была армия противника, и он не знал, в каком она состоянии и какое ее количество. Также был слух, что британцы должны были пересечь пролив и высадиться ниже, чем его армия. Он принял очень рискованное решение, которое оказалось блестящим, потому что он смог захватить тот гарнизон. Это была великая победа для американцев в то время. Вопрос – как у него хватило смелости? Как ему хватило отваги, чтобы принять такое непростое решение, учитывая всю неопределенность ситуации? И это было не единственное решение, которое этот человек принимал. Да, кстати, он и ошибался. Он допускал очень большие ошибки. Он принимал тот факт, что ошибки случаются. Но надо стараться принимать лучшие решения с учетом той информации, которая у тебя есть. Вот что я хочу подчеркнуть. Когда вы оказываетесь в трудной ситуации, когда вы бросаете себе вызов, например, вы решили пробежать марафон, начать бизнес или зарегистрировать некоммерческую организацию, не спать всю ночь и сделать презентацию проекта на 30 страниц. Суть в том, что надо толкать себя до того, как жизнь столкнет тебя. А жизнь не будет церемониться. И если вы встали на эту дорогу и толкаете себя вперед, пройдете через все трудности, то вы разовьете в себе хватку, благодаря которой сможете удержаться на плаву. Вы сможете принять удар, который подбросит вам жизни. Парни, вы, наверное, заметили, с каким вдохновением я вам об этом рассказываю. Поэтому я бы хотел поделиться с вами одним прикольным проектом, над которым я сейчас работаю. Это духи Мишун. Отвага, смелость, обязанность. Господа, существует тысячи духов. Я сам фанат духов. У меня есть более 300 ароматов. Но суть в том, что все очень запутано. Многие духи сфокусированы на сексе. Как бы я ничего против секса не имею, но в жизни есть куда больше вещей, которые я бы хотел достичь. Поэтому мне бы хотелось найти такой бренд духов, который бы разделял мои идеалы, которые я обрел во время службы в армии. Кто служил, тот знает, что это отвага, смелость и обязанность. Если вы служили на флоте или в авиации, на границе. Если вы несете ответственность, вы управляете некоммерческой организацией. Если вы жили ради идеалов, которые для вас имеют большую ценность, чем жизни, то, думаю, вы понимаете, о чем это я. Поэтому я хотел видеть такой бренд духов, которые служат, у которых их дело значит больше, чем они. Но это больше, чем духи, чем аромат. Это больше про то, чтобы дать себе обещание, например, сбросить 10 килограмм, тогда вы пользуетесь духами обязанность. К этим духам у меня также есть целая серия писем, которая поможет вам настроиться на то, чтобы достигать своих целей. Это что-то типа собаки Павлова. Когда вы пользуетесь духами, вы напоминаете себе о вашем обещании. Вы словно повторяете мантру. Потому что на 30-й день, когда у вас уже не остается сил, вы уже не можете встать с кровати, на улице холодно, тогда вы просто брызгаете обязанность и пулей вылетаете с кровати. Вы станете частью общества. Я хочу создать небольшое сообщество людей, которые покупают этот аромат, и они будут помогать друг другу держать свое слово. Вы идете и делаете свою тренировку, чтобы вы оставались преданы своему обещанию. Чтобы вы были отважны и могли добиваться лучших результатов на работе. Чтобы вы становились мужчинами и, может, заняли место своего босса. Чтобы у вас хватало смелости стильно одеваться. Чтобы приходить раньше, уходить позже, чтобы погружаться с головой в проект. Смелости сделать презентацию и поговорить с боссом? Тогда вы пользуетесь смелостью. Пусть у вас всего 5 минут на презентацию, вы идете и делаете это. Суть в том, что вы сами себе ставите условия, чтобы стать тем мужчиной, которым вы хотите быть. Поэтому, парни, если вам интересно, то оставляйте комментарии под видео. Итак, мой следующий совет, как сохранять спокойствие, когда все трещит по швам, это быть готовым. Парни, я был скаутом. И все скауты знают, что надо быть готовым. И это можно начать делать в любой момент. Уверен, что некоторые из вас думают, что уже поздно. Что у него нет в загашнике 10 тысяч долларов или 100 тысяч. Да может, даже просто тысячи. Я понимаю, но вы можете начать всего с доллара, с двух долларов, с пяти долларов. Зацените Дейва Рэмси. У него много информации на этот счет. Суть в том, что вы можете начать откладывать на черный день уже сейчас. Вы должны начать платить себе, если потребуется использовать метод конверта. Лично у меня автоматическое списание со всех моих доходов. Я плачу себе таким образом. Даже не вижу этих денег. Я вообще бережливо живу, потому что не могу позволить себе много тратить. Быть готовым финансово – это только часть дела. Это мелочь. Что-то типа аптечки. У меня лежит по аптечке на каждом этаже в моем доме, и даже в подвале есть одна. В каждой машине. И меня поражает, как люди удивляются, когда они идут с детьми куда-то, и что-то случается, а ты знаешь, что по-любому что-то случится. Тогда я сразу достаю аптечку. У меня также есть заначка с деньгами в каждой машине. И я это делаю, потому что моя жена иногда может забыть свою банковскую карточку или кошелек. У меня также есть запасные ключи. Суть в том, что ты знаешь, что может произойти. Можно даже составить список, ссылаясь на статистику. Что может плохого случиться в жизни, и можно начать готовиться к каждому событию. Вот о чем вам надо задуматься. Просто взгляните на историю. В Америке мы знаем, что каждый год на нас обрушиваются ураганы, а у людей заканчивается туалетная бумага. Серьезно, но это точно можно было ожидать. И люди запасаются едой, водой, бумагой, когда есть угроза штормов. Потому что ожидают, что что-то плохое может произойти. Я не говорю, что вам надо забивать дом туалетной бумагой. Я говорю, что вы можете оглянуться и понять, ваши родители стареют и, наверное, стоит подготовиться. Поговорить с ними о том, что делать, когда они уже состарятся. Да, это очень тяжелый разговор. Но знаете что? Лучше поговорить с ними сейчас, пока они еще в сознании, чем когда уже будет поздно. Такие беседы не всегда болезненные или неуместные. Их можно запланировать. Я всегда готовлюсь к дням рождения. У меня даже есть парочка игрушек, спрятанных в доме. Мы знаем много детей, и игрушка для мальчика или девочки может выручить в какой-то момент. Наверное, может показаться, что это уже слишком, но нет такого понятия, как быть слишком подготовленным. Особенно, когда наступит момент, и тебе это понадобится. Следующий мой секрет, как оставаться спокойными, вести мирную жизнь, это быть честным с собой и людьми вокруг тебя. У вас не хватит памяти, особенно с возрастом, чтобы держать в голове всю ту ложь, которую вы говорили в своей жизни. Я скрывал некоторые штуки от своей жены. Мне нравятся хрустяшки. Я прячу их в машине и иногда ими перекусываю. Она пытается уменьшить количество сахара в нашем доме, поэтому я прячу свои хрустяшки. И в один момент я решил поговорить с ней на чистоту. Дорогая, я храню хрустяшки в машине, и по ночам, когда я занимаюсь ютубом, я их ем. Это моя слабость. И она согласилась с этим. В другой раз я поехал на полигон. Я не всегда ей говорю, когда еду на стрельбище, потому что это стоит денег, особенно сейчас, когда цены на амуницию выросли. Но я поехал. Я не всегда говорю ей, что я делаю, но если она спросит, то я говорю, что я поехал на стрельбище. Я не пытаюсь утаить. В этом суть. Не надо говорить все, что ты делаешь. Но когда люди спрашивают вас, особенно если это близкие люди, не стоит прикрываться и лгать по мелочам, потому что это может накапливаться, и потом вас раскроют. Это может привести ко всяким проблемам и потере доверия. Парни, будьте честными. Это действительно не так сложно. Вы тот, кем вы являетесь. Следующий совет оставаться спокойным, пользоваться матрицей приоритетов. Вы уже слышали это от меня. Надо все разложить по полочкам, то, что срочно и важно. Вот на что вам надо тратить свою энергию. И надо четко понимать, что сюда немногое сможет уместиться. Многие вещи могут быть важными, но не срочными. Это следующие дела, за которые надо браться. Но это приучает вас избегать тех вещей, которые не важные и не срочные. И это самые опасные, потому что они атакуют вас. Кто-то в соцсетях написал, что вы не правы, и вы хотите доказать ему обратное. Но вы даже понятия не имеете, кто этот человек. Поэтому как насчет того, чтобы провести это время с женой или девушкой, потратить это время на себя и пойти в зал, чтобы привести себя в форму. И это приводит нас к уходу за собой. Сюда входят занятия спортом, бег, прогулки, полезная еда. Да, я знаю, что вы видите эти хлопья у меня за спиной, но я позволяю себе иногда слабину. Главное, это заботиться о своем теле. Это все, что у вас есть. Мне нравится выходить на пробежки. Многие могут сказать, «Антонио, зачем бегать?» Просто тягай веса. Но бег для меня – это расслабление и то, как я ощущаю свое тело. Я уже давно бегаю, и мне нравится бегать по тропинкам, где я уединяюсь с природой. Что еще могу сказать? Старайтесь заниматься в начале дня. Таким образом, вы показываете себе, что это важно. То, что мы делаем первым, это имеет для нас значение. Знаешь, что некоторые из вас ходят в зал по вечерам, но проблемка в том, что легко можно соскочить. Сказать, что день был трудным, или что вы не успеваете. Но если начать день с этого, то есть больше шансов, что вы это сделаете. Еще один способ сохранить спокойствие – ведение дневника. Я не делаю это каждый день, но когда у меня стрессовые дни, то журнал меня спасает. Существует много разных способов вести ежедневник. Можно использовать просто белый лист бумаги. Лично мне нравится записывать свои мысли в планировщик. Мне нравится, что он структурированный, и в нем есть секции с задачами на день. Я разбиваю все по часам, в нем также есть секции с вопросами на утро и на вечер. Ну, наверное, 3-4 дня в неделю я делаю записи. Но это те дни, в которые я выбиваюсь с графика, или просыпаюсь поздно. И я выписываю всяческие мысли из своей головы. И сам процесс помогает мне почувствовать себя лучше. Это меня успокаивает. Какое видео смотреть дальше, советую глянуть вот это видео. Оно уже не новое. Это видео о том, как быть мужчиной. Хватит быть хорошим парнем. Пора стать настоящим мужчиной. Многие мне сказали, что это, наверное, мое лучшее видео, так что рекомендую его глянуть.